Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Анапа отпраздновала День города и 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По «Двигу народа жить в веках» в честь павших героев в Анапе прошли памятные акции. Ароматные, вкусные и всегда по особому поводу. Выходные на площади у киноконцертного зала «Победа» развернули полевую кухню с солдатской кашей. Неделя высокой моды на кино стартовала 21 сентября. В Анапе торжественно открыли 23-й фестиваль «Киношок». Сейчас обо всем подробнее. День города в курортной Анапе начался автопробегом. И целая череда праздничных мероприятий прошла в течение дня. Концерта на площадях и центральной улице Горького в городском театре персональную фотовыставку представил Сергей Полевец. Громкий старт праздничному дню в 9 часов дал автопробег с праздником «Любимый город». Автоколонна проехала по главным улицам города. Участники автопробега возложили цветы к мемориалу на Старом кладбище и у других памятников военной истории Анапы. И с самого утра в Анапе началась череда праздников. На улице Горького жители и гостей курортной Анапы встречали за накрытыми столами организаторы кулинарного фестиваля. В каждом блюде аромат традиций. Мы, как всегда, удивляем нашей кухней. У нас великолепное сало, у нас замечательные яблоки, у нас соленые огурчики. Вот этим вот мы радуем и удивляем. А еще у нас вышивка, куклы. Ну, то, что для сердца нашего русского награда. Здесь же, на главной прогулочной улице, расположились жители города мастеров. Удивляли рукотворными шедеврами и предлагали пройти мастер-класс, не отходя от столов с сувенирами. Даю мастер-классы по валянию, декупаж, скраббукинг. И сегодня представляю вот такие вот игрушечки. Потрогать, купить, прийти на мастер-классы. Все это доступно, все очень интересно. Изделиями из бересты, детские игрушки, бубенцы, расчески. В 2001 году был в Анапе. И через 13 лет ее в этом году увидел. Разрослась великолепно. Вообще, очень красивый, замечательный город стал. Аромат шашлыков, музыкальное сопровождение. На каждом шагу своя история и праздник объединенные общим. Анапа отмечает День города. Как всегда, с настроением, даже несмотря на пасмурное поведение погоды. Давно сегодня мы гуляли, до обеда видели. Казацкие песни, танцы, которые мы очень любим, обожаем. Вот, и как дети выступали, это же очень тоже важно. Шашлыков покушали, ваших отведали. Мы сами с Москвы. Вот, так что с погодой немножко, но мы надеемся, что это все наладится. Так что все хорошо. Мне понравилось в Анапе, то, что здесь очень хорошо, тепло, весело и всегда радостно. И в это же время в городском театре для ценителей духовных идей автор уникальной фотовыставки Сергей Полевец представил свое видение паломничества из Византии на Святую Гору Афон. Удивительная природа, портретные снимки старца Венедикта, монастыри, вписанные в уникальные фотопейзажи. Понравилось, где мальчики, турецкие рыбаки, про распятого Христа и про галлические всякие пейзажи. Приятно, красиво, интересно. Понравилось, где гора большая и облако такое выходит, и это все ночью. Оно все меня впечатлило немного. Как это они сфоткали, мне казалось, это очень трудно сделать. Оригинальная архитектура монастырей Афона. Русский монастырь Святого Пантелеймона с подробным описанием. Вместо трех тысяч сейчас в нем проживают 40 монахов. Я пока еще не прошла все, но меня все впечатлило. Как-то расслабляешься и уходишь от мирского. Но и на этом сюрпризы праздничного дня не завершились. Гостей курортной Анапы и жителей ожидал главный праздник на театральной площади. В продолжении темы праздника дня города. Субботний вечер в Анапе продолжила программа Open Air на площади фонтанов. После музыкальных номеров и молодежной акции на главной театральной площади состоялся большой концерт. Подробности праздника в сюжете. Час до главного торжественного момента на площади фонтанов. У здания администрации разножанровый. На сцене выступают музыканты и артисты. По соседству проводят молодежную акцию «Я самый анапчанин». Какой самый анапчане выбирают сами. Кто-то красивый, кто-то нежный или нужный. Автора самой креативной фотографии наградили билетами в кино. Всего несколько шагов и пара минут до большого праздника на главной площади. Город сердцем хранимый. Программа, посвященная главному богатству курорта – анапчанам. Глава города Сергей Сергеев приветствовал собравшихся на площади зрителей анапчан и гостей курорта. Мы работали на то, чтобы анапчанам и его гостям было комфортно на территории. Мы построили впервые за 20 лет новый детский сад. И скажу, что немногие знают, мы заканчиваем строительство еще одного детского сада. И закончим его в Красном Кургане в этом году. Мы планируем начать строить новую школу. И еще много-много дел. Мы реконструируем скверы. Мы обращаем внимание на наши сельские населенные пункты. А Анапа – это 52 населенных пункта. Я хочу выразить огромные слова благодарности. И сегодня мы с Леонидом Ивановичем будем вручать особо отличившимся людям знаки внимания, поощрения, общественные знаки внимания. Хочу поблагодарить и открыть вам небольшой секрет. Мы делаем открытие и закрытие курортного сезона, практически исключив использование бюджетных средств. Это все делают люди, которые любят Анапу, которые живут и трудятся здесь. Этот год особенный, поступательный. И достижения, о которых говорил Сергей Павлович, можно еще долго перечислять. Но я скажу только о двух. Вы знаете, что в этом году курорт Анапа принял самое большое количество отдыхающих, наверное, за всю историю существования. И это действительно сделали наши трудолюбивые и талантливые анапчане. Самая высокая оценка заслуг жителей города – присвоение звания «Почетный гражданин города-курорта Анапа». В этом году этого звания удостоен и генеральный директор санатория Анапа Борис Рогозян и дирижер Народного духового оркестра Валерий Степанов. Медалями за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа награждены исполнительный директор предприятия «Анапа Горгаз» Нина Баклина, преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств номер один Марина Кашуба и директор санатория «Аквамарин» Георгий Сингеров. Медалью Краснодарского края «Родительская доблесть» за заслуги воспитания детей вклад в возрождение и укрепление семейных традиций награждена семья Мерещенко. Супруги воспитывают восемь детей. Отметили лучшую и наиболее эффективную работу ТОСов в городе и сельских населенных пунктах. Все победители получили денежные премии, благодарности и почетные грамоты главы города. 20 анапчан в этом году заслужили право отметиться на доске почета. Поздравляли в этот день молодоженов и юбиляров семейной жизни, которые в этом году отметили золотую свадьбу. Поздравили отца первого ребенка, родившегося в день города. Илья Баскаков родился в 12 ночи 18 минут и сразу, став знаменитым, получил подарок главы города-курорта. Официальную часть сменила яркая творческая песенна музыкальная. Впервые на курорте выступил краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота России из города-героя Севастополя. Впечатлили даже искушенных. И на смену исполнителям «Яблочко» вышли артисты кубанского казачьего хора под руководством профессора-композитора Виктора Захарченко. Земляков поздравили творческие коллективы Анапы и для всех, собравшихся на площади, несмотря на прохладный вечер, или дома, у телевизоров, наблюдавших за событиями на театральной площади в прямом эфире нашего канала. Небо над Анапой раскрасил праздничный фейерверк. 21 сентября анапчане отметили 71-ю годовщину освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Устелый город воинской славы прошел ежегодный смотр-конкурс патриотической песни. Ботинки начищены, береты поправлены, ребята выстрелились в колонну по трое. Белые перчатки синхронно мелькают в строю. Ребята вспомнили Катюшу, спели День Победы, прошли с песней вместе с солдатом по городу. Припевы любимых песен военных лет подпевали те, кто прошел дорогой войны к самой победе. Выбрать лучших жюри было непросто. Отличился отряд кадетской школы номер один, казачата школы номер 17 и 15, отряд патриоты школы номер 12 в станице Анапской. Владислав Шинкаренко – командир отряда. На нем особая ответственность – вести за собой товарищей. Быть командиром отряда и чтобы нас никто не подводил, чтобы мы всегда были самыми лучшими. Наши ребята молодцы, они хорошо себя проявляют в этих конкурсах. У мальчишек постарше торжественный день вызывают другие эмоции, но не менее яркие. Праздник со слезами на глазах, у меня был восторг. Восторг, потому что даже спустя такое количество времени мы помним этот праздник, поскольку то государство, которое не чтит свою историю, оно не имеет будущего. Мы чтим свою историю и мы должны нашим детям закладывать эти моральные устои, по которым мы воспитываемся, поскольку мы поколение победителей и мы должны этим гордиться. После конкурса строевой песни ребята возложили цветы к мемориалу. Аромат победы и славная традиция – солдатская гречневая каша. На площади киноконцертного зала победы развернули военно-полевую кухню. За традиционной солдатской кашей выстроилась очередь. Молодежь еле успевает раздавать тарелки с ароматной гречневой кашей. Желающих присоединиться к общей акции сотни. Помогало сегодня раздавать кашу, чай наливали. Все были очень приветливы, благодарили нас. Мы не успевали тарелками запасаться, бегали с точки на точку. И каша также быстро заканчивалась. Рассыпчатая гречневая каша сегодня не деликатес. У каждой хозяйки найдется, но вот такая, в условиях развернутой полевой кухни, особенная, с ароматом прошлых военных лет. 11 месяцев мы были в оккупации. В 43-м году нас освободили. И вот в день этот, это для меня самый дорогой праздник. Жудесная каша. Очень вкусная. Очень такая. Такую бы, конечно, в то время попробовать, это вообще было бы супер. За пару часов 800 килограммов солдатской каши, привезенной на площадь, раздали анапчанам и гостям курорта. Ароматная традиция, по-прежнему одна из самых любимых, сопровождает главные праздники – День Победы и День освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Память погибших воинов, освобождавших Анапу от немецко-фашистских захватчиков, почтили минуты молчания в сквере боевой славы и у мемориала воинам-освободителям. Памятная акция объединила анапчан всех поколений и самых маленьких школьников, людей среднего возраста и почетных участников акции ветеранов. Я хочу, уважаемые ветераны, сказать вам простое, сыновнее, спасибо. Спасибо за то, что вы дали возможность нам жить под мирным небом. За прошедший год, с момента 70-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков, наша страна, наш любимый край, наш любимый город доказали, что у нас есть преемственность, у нас есть желание жить, трудиться и работать. Мы сохранили все те человеческие чувства, которые присущи русскому народу. Мы сделали главное. Мы чтим старшее поколение. Подтверждение тому сохранение мелодии нашего гимна. Подтверждение тому сохранение наших границ и возвращение в состав России исконно русских территорий. В праздничный день я хочу, уважаемые ветераны, я обращаюсь сейчас только к вам, пожелать вам крепкого здоровья. Уважаемая молодежь, уважаемые напчане, гости нашего города-курорта, я хочу пожелать всем нам, чтобы мы свято помнили те дни, те годы, о которых мы сегодня с благодарностью вспоминаем. На этом месте шли ожесточенные бои, и солдаты советской армии, не жалея себя, шли в бой и освобождали русскую землю. Сегодня мы отмечаем годовщину и праздник. Но память о тех жестоких годах никогда не покинет нас, поскольку это уже у нас в генах. И мы всегда с гордостью говорим, как бы там ни говорили историки, Берлин брал наш Георгий Жуков, и над Ристагом развивалось наше красное знамя. Минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и дали залп из винтовок в честь доблестных воинов. После церемонии к вечному огню возложили цветы и венки и ко всем знаковым местам воинской славы Анапы. Молодежь города-курорта отметила День города в молодежном стиле. Патриотические спортивные состязания организовали специалисты управления по делам молодежи в скейт-парке. Они такие разные, но они всегда вместе. Девушки в поисках ответов на вопросы викторины, юноши на состязаниях на выносливость и стойкость, спортсмены, музыканты и просто позитивные представители молодежи Анапы в День города отметили праздник активно, ярко и с настроением. В скейт-парке организовали молодежный фестиваль и музыкальный, и байк одновременно. Сегодня это их взгляд и поддержка общего настроения в праздновании Дня города-курорта. И в продолжение череды праздничных новостей. 21 сентября на сцене летней эстрады торжественно открыли 23-й фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». В этом году церемония прошла как виртуальная экскурсия по программе фестиваля. Знаменитых, именитых и звездных гостей на аллее парка «30-летие Победы» приветствовали анапчане и гости курорта. Оказав особое уважение, парад участников кинофестиваля «Киношок» встретил муниципальный духовой оркестр. Церемонию открытия в этом году провели под девизом «Краткость сестра таланта». Ведущие устроили экскурсию по виртуальному музею киношока. Участников, членов жюри и гостей кинофестиваля приветствовал глава города Сергей Сергеев. Я очень положительно отношусь к тому, какую воспитательную роль сегодня дает кинематограф наш, отечественные страны, бывшего Советского Союза, стран Балтии, для подрастающих патриотов. Это родное, не чуждое нам кино, которое воспитывает настоящих патриотов. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы фестиваль с удовольствием приезжал, с удовольствием находился здесь, и здесь открывались новые имена, новые люди, которые впоследствии будут узнавать и приветствовать вся страна. Добрый путь фестивалю, добрый путь киношок. Озвучили поздравительные телеграммы от председателя Оргкомитета фестиваля, председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея Нарышкина и губернатора Кубани Александра Ткачева. Минутой молчания почтили память любимых актеров и артистов, ушедших навсегда в этом году. И по традиции с актерами простились, аплодируя их звездным ролям и судьбам. Торжественную церемонию открытия продолжил легендарный солист группы «Песнеры» Анатолий Кашипаров. «Песнеры» Напомним, в этом году фестиваль «Киношок» шагнул ближе к зрителям. Кинопоказы уже проходят в кинозале санатория «Анапа-Океан», в киноцентрах «Монитор» и «Мир кино» и в рамках программы «Кино на площади». Новые классические фильмы каждый вечер можно увидеть в здании Центра культуры «Родина». Фестиваль продлится в Анапе до 30 сентября. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайны Медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайны хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Редактор субтитров А.Семкин Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...